Пора прощаться. Сегодня последняя лекция по курсу инвестиций, поэтому, в общем-то, достаточно сухому, на мой взгляд, предмету. Не знаю, понравилась ли вам приправа к этому вот сухарю под названием математики. Ну, то есть, тоже это нужно еще определенный вкус иметь для восприятия такой приправы. Ну, а сегодня вот несколько таких вот обобщающих замечаний, не касающихся к методам оптимизации, ко всем этим вот таким суровым вещам, а вообще потенциале инвестиционным, который может быть у мирового сообщества инвесторов. Я уже только попытался вам провести такую мысль, что вот это вот создание фондового рынка, инвестиций в фондовый рынок, это своего рода ответ монополистического капитализма на вызов, брошенный ему социализмом в свое время. Да? Социализма уже вроде бы как вот государственного, государственного, ну как это назвать-то, как устройство в одной из крупнейших стран мира Советского Союза, больше вот такой системы вроде как нет. Но, тем не менее, вот замена ему существует в виде фондового рынка. Журналисты пишут, что после того, как СССР перестал существовать, на Западе, по крайней мере в Европе, стали заметно сворачивать социальные программы. Вот. Ну, правда, умные люди им возражают, что это не зловредности Запада, да, не потому, что перестали бояться конкуренции с Советским Союзом, от того, что у них, говорит, рождаемость маленькая, не могут они пенсионеров по-прежнему обеспечивать на том уровне, на котором, значит, положено. Ну, правда это или какое-то вот искажение фактов, не знаю, не в этом дело, но хочется вот еще разобраться. Что с этим вот основным подходом, с инвестицией, есть куда прятать деньги, простите, вкладывать деньги, остается или нет? Значит, локомотив мировой экономики, во всех книжках так сейчас пишут, это Соединенные Штаты Америки. Я это уже вам говорил. Значит, Соединенные Штаты – это самый большой фондовый рынок. На этом фондовом рынке инвестированы не только вклады американских частников, американских, как сказать-то, пенсионеров. Там инвестированы в золотой запас, так называемые, валютные резервы от других государств. Инвестированы они в американские ценные бумаги, ну, в основном в государственные, но, тем не менее, это вот общее поле. Вот давайте на эту тему поговорим. Значит, заметим, несколько миллиардов населения планеты – это вот все на ней живущие люди. Ну, у большинства из этих нескольких миллиардов, особенно для инвестиций, тысяч долларов-то мало, да? Вот, давайте так это иметь в виду. То есть, несколько триллионов долларов всегда найдется на рынке свободных, да, очевидно, а может быть и больше. Потому что на Западе, в странах, так называемых, золотого миллиарда, там, где живет миллиард людей, которые реально занимаются таким вот портфельным инвестированием, значит, ну, вот, там есть. Давайте посмотрим, в каком состоянии сейчас находится инвестиционный рынок. Так, ну что ж. Начнем, наверное, с самого большого. Вот они, американские облигации. Здесь скромно написано 7,2 доллара, да? Ну, это, на самом деле, не 7,2 доллара, это 7,2 триллиона долларов. Вот это вот американские облигации, облигации американского казначейства. Те самые надежные бумаги, в которых хранятся, значит, валютные резервы, значит, ведущих центральных банков планеты. В том числе и Центрального банка Российской Федерации, Банка Японии, Банка Китая, ну и других уважаемых эмиссионных банков. Это примерно 20% общего инвестиционного потенциала, то, во что можно инвестировать. Вот 33,7 триллиона, это общая сумма. Эта сумма не вот и на сегодняшний день, уследить очень сложно. И вообще, так сказать, оценка вот этих вот потенциалов инвестиционного, она каждый день должна меняться, подтверждаться. То есть, меняются курсы, что-то растет, что-то падает, какие-то акции появляются на рынке, какие-то выкупаются, какие-то дробятся. Ну, вот, тем не менее. Ровно такого же потенциала, наряду с американскими облигациями, то те же самые 21,4 доллара, это обыкновенные акции. Это те самые обыкновенные. Это имеется в виду акции, котирующиеся на приличных биржах, и те акции, по которым начисляются дивиденды. В отличие от привилегированных акций, которые, на мой взгляд, являются просто некой такой замаскированной формой, так сказать, векселей. Окей. Вот они. Это, вот, так сказать, другие, простите, обыкновенные акции. Американских акций несколько меньше. 15% в 5 триллионов долларов. А это, вот, другие обыкновенные акции. То есть, западных компаний, западноевропейских, японских, все, во что можно вкладывать деньги. Они могут обращаться, например, на американской фондовой бирже, то есть на Нью-Йоркской фондовой бирже, простите. Есть, кстати, еще и американская, так называемая, биржа. Так, на Нью-Йоркской фондовой бирже в виде американских депозитарных расписок. Вот они. Ну, вот, это вот такие, вот, очень большие куски. Совсем немножко составляет рисковый, так называемый, капитал. Это, вот, акции типа, там, понимаете, Д, помните? Те, по которым безнадежно получить, значит, деньги. Вот это такой рисковый капитал, на нем можно что-то такое спекульнуть. Однако, 100 миллиардов такого капитала, это очень много, на самом деле, вот, по нашим обычным понятиям. Ну, в размахе мировой экономики это совсем ничтожное количество. Облигации. Долларовые облигации. Американская недвижимость. Тоже, видите, это отдельная статья. И вот, посмотрите, американская недвижимость, доступная для инвестора, всего лишь навсего 4,2%. Видите, какое относительно скромное вложение, всего 1,4 триллиона долларов против, например, американских обыкновенных акций. Это, значит, примерно в 4 раза менее емкий рынок. То есть, вот, рынок недвижимости меньше, менее, он менее ликвиден еще, кстати говоря. Если акцию можно продать в течение дня, дав приказ своему брокеру, то вот, при всем желании, в течение дня реализовать недвижимость можно только по какой-то кошмарно низкой цене. Ну, я не знаю даже, как вот эта процедура регистрации. Можно, конечно, надеяться, что она в цивилизованном обществе быстро происходит, но сам по себе поиск инвестора занимает достаточно много времени. Хочу я сказать, что все это 33,7 триллиона долларов. С каждым моментом эта сумма меняется. Ну, вот, на каждого человека из золотого миллиарда это приходится 33, ну, пусть 35 тысяч долларов потенциальных инвестиций, во что можно вкладывать свои средства. Я думаю, что из стран менее, тем, которым меньше повезло, значит, в истории, это не страны золотого миллиарда, это Россия, Китай, другие. Достаточно, вроде как, богатое государство, по сравнению с достаточно, со слишком бедными. Вот, ну, они как коллективные инвесторы выступают, как их эмиссионные банки, туда инвестируют свои средства. Ну, вот так вот, видимо. Ну, на пределе находятся инвестиционные возможности планеты. На пределе, если еще какой-то начнется всплеск поступления денег на инвестиционные, на рынок инвестиций, это приведет к известному эффекту, к инфляции. Дальше уже только инфляционными методами. Ну, напечатали еще долларов, 30 триллионов, ну, значит, в то же самое и вкладываете. Просто все, значит, подешевеет, подорожает в два раза, то есть доллар подешевеет. Вот тут, оказывается, некий предел для роста, уже он, видимо, достигнут. Потому что 30 тысяч долларов на человека из золотого миллиарда, это не ахти какие большие деньги. Сами понимаете, что даже и по нашим-то российским понятиям 30 тысяч долларов, ну, нет, ну, это, конечно, деньги, но не ахти какие большие. А уж по-американским тем более, небольшие деньги. То есть, возможности инвестировать, вот, пришли к некоторому тупику. Мы начинаем отсчет нового времени, вот этого перехода, знаете, как говорят, вот, 21 век когда начался, да? Вот иногда говорят, когда 20 век начался, одни говорят, а вот, говорит, Титаник в 1912 году, так сказать, погиб, вот, говорит, это уже 20 век начался. А вот война была 14-го года, Первая мировая, вот это и есть 20 век. Ну, действительно, это такой переломный момент. Ну, Титаник можно оставить в стороне, хотя, конечно, в истории техники гибель Титаника играет огромную роль. Значит, показать, что человеческая техника не всемогуща даже, вот, в таких условиях. Вот это имелось в виду, когда говорили про наступление 21 века, день гибели Титаника. 20 века, простите. Так вот, и тоже, и 21 век начинался не в одну ночь. Наверное, это распад Советского Союза обозначил этот момент. Все-таки весь 20 век, весь остальной прошел под знаком противостояния Запада и Советского Союза. Наверное, это вот вызов, который бросили террористы Соединенным Штатам, вот, с этими двумя башнями-близнецами в Нью-Йорке. Вот это, наверное, момент 11 сентября. Ну, это же все происходило в тот момент, когда возможности потенциальных инвестиций были исчерпаны. То есть, не только у Советского Союза какие-то проблемы возникли экономические или политические, не об этом сейчас речь, мы о Западе говорим, но и у Запада назрела такая ситуация, когда инфляцию уже невозможно победить, оттягивая деньги в инвестиции. Потому что инвестиции тоже оказалось ограниченное количество, надежных инвестиций, в которые можно вкладывать денежки. А рынок оказался ограничен. Замечаете? То есть, это как бы появляется фактор, примета, да, который указывает на то, что что-то должно произойти. Вот это вот что-то и происходит. Наступает 21 век. Каков он будет, трудно сказать. Значит, непредсказуемо это для меня, по крайней мере. Но вот то, что возможности, так сказать, задабривания, как бы сказали советские пропагандисты своего населения за счет вот там выплат по акциям и всяким прочим вещам, они исчерпаны. Они исчерпались. Дальнейший, значит, уход денег с рынка, это будет происходить по тому же способу, что происходило в Советском Союзе, по сути дела, но менее эффективно. В Советском Союзе каждый гражданин был обладателем счета в сберкассе, достаточно большого по тем временам. Много, в общем-то говоря, денег было у людей. Было очень много людей, у которых денег хватило бы, чтобы купить кооперативную квартиру, но не было возможности ее купить. Вот. И эти деньги просто лежали мертвым грузом в виде инвестиций в экономику. Чем все это кончилось? Стали называть эти деньги, значит, инфляционным навесом. Да? Как бы ни произошло то же самое у американцев. Как бы ни стали называть деньги, вложенные в акции, инфляционным навесом. Да? Понимаете? Тем более, что действительно, значит, способы ухода денег с рынка, в общем-то, будут исчерпаны. Если в Советский Союз безинфляционным методом деньги с рынка уводил, но только потому, что у него была система нормирования цен, система, в общем-то, распределительная система была. Помните? Ну, перед самым концом мы сумели еще раз понюхать карточки, карточную систему. Вот. Как-то вот так вот получалась распределительная система, которая регулировала более-менее цену и спрос. Деньги всегда оставались вот в этом вот резерве. Просто на обычных дешевых счетах в сберкассе. А тут что будет? Тут ведь так не сделаешь. У них же там демократия. Да и у нас, кстати, сейчас тоже. Так вот просто не запретишь, не отрегулируешь. Рыночные отношения самые главные. Независимо от того, есть ли демократия или нет. Вот в чем проблема. Ну, вот это вот некое апокалиптическое видение, которое я решил в самом начале вам сказать, чтобы потом как-то это вас подсластить, развлечь, чтобы потихонечку забылось. Но, тем не менее, вот такой этот призрак, смутный, туманный призрак чего-то такого вот глобального, большого в экономике, больших перемен. Как правило, большие перемены не бывают сразу вот всем хорошо. Что-то такое, такой переходный период бывает. Не всем все хорошо бывает. Ну что ж, давайте посмотрим несколько расширительно на рынок инвестиционный, который на Белом Совете существует. Здесь, значит, даны доходности акций и облигаций по разным государствам с учетом их инфляции. Ну, в частности, вот, например, доходность по облигациям государствам, таких замечательных государств, как Франция, Канада, Австралия, как видите, оказалась отрицательным. Отрицательным, правда, при очень большом среднем квадратическом отклонении, то есть при стандартном отклонении. Вот они практически, ну, чуть ниже нуля, вот у Франции ноль практически, плюс-минус 4,5%. Это вот по годам за достаточно большой какой-то такой период послевоенной стабильности, наверное, там, где-то годов 60-х до, значит, годов 90-х. Вот так вот, до этого периода времени. Ну, самая благополучная жизнь была в Германии, как видите. Значит, до введения, так сказать, евро, вот у нас в западной части России самыми ходовыми иностранными валютами были доллар, по которому всегда по государственным облигациям была положительная доходность, и германская марка. Вот тоже по ней есть положительная доходность на уровне 1% годовых. С акциями несколько хуже. Несколько хуже в том отношении, что нет такого вот разброса. Только одна Канада выбивается по непонятной причине, ближайшая соседка Соединенных Штатов, страна, куда американцы запросто ездят через границу, значит, скажем, даже на уикенд, страна, куда американцы любят и умеют вкладывать деньги, вот почему-то по акциям доходность у них, ну, близка к 1%. Это маловато. Но при достаточно большом среднем кратическом отклонении, видите, очень большие отклонения. Ну, я так думаю, что вот это всё приведено по всему пакету акций, которые на рынке обращаются. Нет тут, так сказать, предпочтения какого-то голубым фишкам, наиболее хорошим, надёжным бумагам. Это вот весь пакет, что обращает. Ну, иначе бы, наверное, был бы результат несколько выше, особенно у Канады, я так думаю. Вот это вот для сравнения, что это есть. У США выше. Только замечательные государства, которые называются Япония и Великобритания, дают по акциям доходность выше американской. Заметите. Ну, правда, у них и разброс тоже, а дисперсия, так сказать, выше. Вот обратите внимание, дисперсия у всех остальных государств при меньшей доходности всё-таки хуже. О чём это говорит, то есть среднеквадратическое отклонение, о чём это говорит? Это говорит о том, что американская экономика надёжней защищена. Видите, у них среднеквадратическое отклонение у американцев всего в три раза превышает среднюю доходность по акциям. Так же, как примерно у Великобритании. Это вот, кстати, и Японии. Ну, Япония даже в два раза. Ну, Япония это вообще страна восходящего солнца и самое большое чудо вообще сейчас в экономике 20 века, по крайней мере. Вот. Ну, вот так вот вышло. Обратите внимание, средние данные без США и с США практически одинаковые. США только в лучшую сторону отличаются от средних данных несколько меньшим к среднеквадратическим отклонениям акций. Вот, значит, математического ожидания. А вот акции, простите, облигации японские, вот они, насколько доходнее всех остальных. Ни у кого такого практически не было здесь. У них чётко положительная доходность у японских облигаций. Ну, Япония это большая загадка. И вообще в Японии, например, та страна, где учётная ставка Центрального банка, так вот по-русски говоря, равна нулю. Да, вот, Банк Японии. То есть, Банк Японии даёт кредиты коммерческим банкам под нулевую ставку. Вот в этом, в этих условиях не увлечься и не зарваться могут только японцы. Потому что у них, кроме, вот, так сказать, официальных методов регулирования, у них есть какие-то свои японские. Их японской, так сказать, ментальности, менталитету понятные, да? Вот, что вот закон законом, правила правилами, но там есть какой-то, так сказать, сенсей, который сказал, как надо делать. И они будут делать, потому что сенсей, большой уважаемый человек в экономике, не криминальный авторитет какой. Он сказал, что вот, умерьте, умерьте свои возможности, не раскачайте экономику слишком сильно. Так, могучее орудие в познании мира через статистику – это коэффициентка корреляции. Вот она, теснота связи доходности, значит, акций и облигаций между различными государствами и американскими, значит, акциями и облигациями. Вот она, Канада, ближайшая соседка, доходность коррелирована с доходностью очень тесно. По облигациям коэффициент корреляции 0,82, по акциям 0,74. Кстати, вот 0,7 – это такая критическая величина, начиная с которой, ну, считается же связь очень уж тесной, а 0,3 – критическая величина, ниже которой корреляция, ну, почти исчезающе мала. Вот у австралийских акций, облигации, простите, корреляции с американскими практически отсутствует. Франция с достаточно независимой в этом отношении политику проводит. 0,31 – чуть-чуть больше 0,3. То есть, практически доходность французских акций не зависит от доходности акций США, облигаций США. Вот они, 0,31, да? А вот кто зависит, так это Канада. Ну, Германия более-менее по облигациям. А все остальные государства, включая и Францию, значит, Франция, пожалуй, даже вот на уровне всех остальных государств, да, 0,4 – 0,5, вот они так вот коррелированы с доходностью американской экономики. О чем это говорит? Это говорит о том, что все в мире взаимосвязано тесно, достаточно тесно. И успехи экономик развитых стран из золотого миллиарда, вот как раз эти страны, их называют страны золотого миллиарда, там, где живет миллиард наиболее обеспеченных людей на планете, там, где лучше всего устроено социальное обеспечение, ну и все прочие чудеса жизни. Так вот, это, значит, эти страны очень тесно связаны, оказывается, их экономика взаимозависима, причем положительная корреляция, что очень важно, положительная. Есть случаи, если искать, у меня, к сожалению, таких вот данных под рукой нет, вам остается просто поверить на слово, что бывают рынки, доходность на которых отрицательно коррелирована с доходностью фондовых рынков, значит, развитых государств, государств золотого миллиарда. Это вообще очень политически вредный результат, потому что он должен говорить, что чем хуже в Америке, тем лучше на этом рынке будет получаться. Это очень вредный результат политически. Америку нельзя сейчас не любить, мы должны ее, значит, привечать, вот, и уважать. Вот такие вот дела. А вот корреляции, ну, тоже, тут Япония, Великобритания, в среднем акции вот всех этих государств золотого миллиарда хорошо коррелированы с акциями Соединенных Штатов на уровне 0,52, облигации 0,4. Заметная корреляция, есть она, хотя у каждого из этих государств, по сути дела, насколько я понимаю, кроме Италии, все эти страны, кроме Италии, которые здесь нет, это все страны, входящие в большую восьмерку, да, кроме Италии и России. Значит, большую восьмерку. В прошлый раз я затянул разговор об инвестициях в материальные активы, ну, типа антиквариата, да, и вот доходность от инвестиций в материальные активы. Значит, тут просто несколько объектов инвестирования, видим, это выбраны объекты, ну, раз данные мне по ним удалось добыть, объекты наиболее популярные у инвесторов американских. Во что американские инвесторы любят инвестировать? Во-первых, в почтовые марки США, вот такой вот у них, значит, традиционный метод инвестирования. Картина старых мастеров, это очень такое расплывчатое понятие, старых мастеров очень уж много, разные эпохи, разные стили, и тут бы, конечно, нужно было бы разбить по определенным, значит, направлениям живопись, но, к сожалению, у меня такого деления нет. А хотя было бы очень интересно, какие из жанров живописи наиболее доходные, сразу бы все встало бы на свои места. Как мы вот обычно говорим, ах, там, значит, новое слово в искусстве, новая форма, да, а как сколь она сильно доходна, как велика доходность. Что именно из старых форм искусства живописного привлекает инвесторов? Это было бы очень интересно и здорово, но, к сожалению, у меня таких данных нет. А так бы мы с помощью не то, чтобы алгебры измерили гармонию, а с помощью доллара измерили бы искусство, наконец-то у нас был бы способ, что наиболее доходно. Ну так, бриллианты, монеты, естественно, старинные, естественно, из драгметаллов и китайская керамика. Вот набор. Значит, три пятилетки 69-го, 74-го и 79-го по 84-й, последняя третья пятилетка. Доходность, как их меняется? Так вот, оказывается, очень любопытно она меняется. Причем можно уследить некую отрицательную корреляцию. Вот смотрите, китайская керамика, например, дешевела, дешевела, значит, просто приносила отрицательную доходность в пятилетку, значит, 74-го по 79-й год. Во все остальное время она приносила приличный доход, но, между прочим, доход от китайской керамики, доход от монет, значит, коррелировано отрицательно. Смотрите, здесь растет доходность монет, вот на переходе вот от этого вот, то есть, как в 70-е годы, да, доходность монет выросла, доходность керамикой упала. Но при переходе к 80-м, наоборот, керамика стала более доходной, а монеты менее доходными, да, вот так вот. С бриллиантами такая же ситуация, но более сглаженная, чем с монетами. Картина старых мастеров в последние, в первой половине 80-х годов вообще почти перестали приносить прибыль. Как-то охладелкам интерес, но сейчас сумели его опять раскрутить, раскочегарить. Создаются соответствующие пиаровские определенные акции, вот, например, там, что-то там про Монну Лизу какое-то кино было, помните? То есть, такой интерес насаждается у публики, чтобы, значит, оправдать рост, подогреть интерес к картинам. Понятно, что домохозяйки далеко не все имеют возможность покупать картины старых мастеров, даже на Западе, но, тем не менее, общий фон играет большую роль. И вообще, за исключением китайской керамики, все, значит, вот эти инвестиции, вот такое вот дугообразная кривая, да, замечаете? В 74-й, 79-й пик доходности, а на концах вот эта доходность несколько поменьше. Вот такое вот соотношение. Причем доходность, ну, приличная, 32% монеты приносит. Ну, вот самая, наверное, надежная все-таки инвестиция – это что-то такое, что не зависит от вкусов художественной публики, не зависит от, ну, оценки субъективной. Все-таки картины, монеты, марки – тут велика роль субъективного фактора, который, причем, выражается таким стихийным образом, как интерес рынка. С одной стороны, вроде как, вот, интерес там китайской керамики выше или ниже, в зависимости от популярности Китая, например, вот, китайского искусства, китайской философии, вот. А тут вот так. Кстати говоря, помните, был скачок интереса к китайскому, значит, ко всему китайскому был какой-то такой период времени? Это, видимо, подогревали, как раз поднимали после провала, провала вот этого инвестиционного доходности китайской керамики, видимо, подогревали интерес ко всему китайскому. Вот, но сейчас он достаточно высокому уровню, китайское, значит, интересное. А вот сравнить, интересно, доходность американских обыкновенных акций и доходность золота. Вот эта вот доходность в процентах почти одинаковая, золото, несколько более доходное. И вот тут вот шокирующая, на первый взгляд, подробность. Среднее квадратическое отклонение акций вот от своей доходности меньше, чем среднее квадратическое отклонение золота за этот период времени от доходности. То есть были периоды, когда золото сильнее прыгало в цене вверх-вниз, чем американские обыкновенные акции. То есть вот рынок акций обыкновенных менее чуть-чуть доходен, чем рынок золота, но зато он более стабилен. Ну вот надо на это глядя, значит, четко себе представлять, в чем дело. Давайте так все четко себе представим. Это на что такое среднее квадратическое отклонение, да? И это тоже среднее квадратическое отклонение. Если мы будем инвестировать на короткий срок, на короткий срок, то вот представляете себе, это вот среднее квадратическое отклонение за какой-то определенный период. А за большой период времени, при постоянной, значит, каждый год растущей цене золота и цене акций, да, в чем выражается доходность золота, значит, в росте цене, в значительной степени доходность акций в этом выражается. То есть значительно, потому что там еще играют роль дивиденды, которые ежегодно выплачиваются в определенные сроки. Вот. Много лет, если вы держите золото, что будем складывать-то дисперсии. Вот мы много-много этих дисперсий сложим, извлечем из них корень квадратный и получим среднее квадратическое отклонение. И вот у нас окажется, что в длительной перспективе вложения в золото могут быть менее немножко доходными, чем вложения в акции, но зато более стабильными. Вот такого рода, значит, данные по цене на золото, они известны, я, кажется, повторяюсь уже с 19 века до нашего времени, можно сравнить с ценами на основные товары, которые эти два века, полтора века просуществовали на рынке. Ну, на рынке действительно просуществовало много основных товаров, и, скажем так, значительная часть потребительской корзины, она по-прежнему наполняется одеждой, обувью, продуктами питания, транспортными услугами. Вот как это все сравнить? А только вот, оказывается, цена, выраженная в золоте, за это время заметно не менялась. То есть, все-таки золото является неким эквивалентом, стоимостным, наверное, да, эквивалентом в экономике на больших отрезках времени. То есть, все-таки золото пока еще нас продолжает радовать и выручать. Что случится, если закончится оттягивание денег, инвестируемых в область таких вот активов, как акции и облигации? Он же уже переполнился, значит, рынок. Рынок ближе к истощению, по всей видимости, мы так вот на пальцах прикинули, 30 с чем-то триллионов долларов емкость, значит, инвестиционного рынка. Ну, это, наверное, уже на уровне возможностей текущих, наверное, уже давно на уровне текущих возможностей инвестирования стран золотого миллиарда. Что тогда будет делать человечество? Что, неужели опять инвестировать в золото? Опять резкий скачок цен золота в их инвестиционной привлекательности. Помните, я вам докладывал о том, что инвестиции, разрешение инвестировать вот этим фондом в цветные металлы привело к скачку цен на те цветные металлы, в которые разрешено было инвестировать деньги вот этим пенсионным фондом и инвестиционным фондом. Вот, подорожала очень сильно медь из-за того, что она стала инвестиционным товаром. Значит, так или иначе, приходится увеличивать количество объектов, в которых можно инвестировать. Есть много хорошо сохраняемых товаров, металлов фактически все, вот, которые, видимо, будут потихонечку-потихонечку добавлять к этому, так сказать, сонму потенциально инвестиционных товаров. Вот. Знаете, что еще хочу вам показать? Есть еще два коэффициента корреляции. Они, честно говоря, меня очень трогают, эти данные. Это коэффициент корреляции между ценами на золото и американскими акциями. Это первый коэффициент. И ценами на золото и инфляции. И вот потрясающий совершенно результат. Оказывается, золото и американские обыкновенные акции не коррелированы практически. То есть, цена на золото и цена американских акций, ну, если с точностью до целых, это ноль. Минус 0,09. Очень низкая корреляция. Фактически ее нет. Зато корреляция золота и инфляции очень высока. 0,63. Это почти те самые магические 0,7, выше которых уже, ну, не то что нельзя игнорировать. Можно говорить о неком, так сказать, тождественности двух процессов. О некотором их родстве. Так вот, цена на золото и инфляции по-прежнему находится в очень тесном родстве. Значит, о чем это говорит? Это говорит о том, что спасение от инфляции, значит, инвесторы продолжают искать в инвестициях в золото. У нас вот в России есть там золотые счета, как называть, металлические счета, да, в, так сказать, банк, когда вкладывается как бы вот в золото, да, как бы в золото, потому что просто инвестируется вот в индекс. То есть цены золота, да, вот такой вот способ инвестиций есть у некоторых банков. А акции и золото не коррелированы. Ну, я осмелюсь предположить, что и, видимо, не коррелирована инфляция и золото, скорее всего, или коррелирована инфляция и обыкновенная акция американская. То есть вот единственное спасение по-прежнему пока еще остается, как и в эпоху Карла Маркса, в инвестициях в золото. Ну, вот этой фразочкой о том, что золото по-прежнему остается таким якорем экономики, значит, ну, как-то радует немножко меня, как теоретика в душе, да, как человека, воспитанного на марксистской политэкономии. Меня это не может не радовать. Вот. Но, тем не менее, это очень озадачивает, потому что количество золота на планете не растет теми темпами, какими растет количество, значит, материальных благ в других областях, количество потребностей инвестировать, сохранить от инфляции чего-нибудь. Ну, и поэтому-то и стали хоронить от инфляции деньги в виде, значит, каких-то облигаций, акций, там, которые вот компенсируют приход, компенсируют обесценивание денег. Вот. Вот такая вот история. Я хочу сейчас вывести на экран свою большую картинку, с которой мы сегодня начинали, да, вот, чтобы показать, что к чему у нас на рынке облигации всего лишь навсего 33,7 триллиона, все то, что, значит, можно спрятать в тех или иных источниках инвестиций. Причем бумажных, как правило, инвестиций. Не надо обольщаться, когда тут говорится об американской недвижимости. В основном это, значит, инвестиции в закладные, так называемые, то есть фонды, которые занимаются ипотекой, вот это вот инвестиции в их тоже бумажки, акции. И если будут какие-то проблемы с уплатой по закладным, то, соответственно, эти, значит, доли вот этих вот фондов ипотечных, они тоже будут дешеветь, тоже будет снижаться их прибыль и вообще. Все вот это, что здесь нарисовано, все это вообще, говоря, бумаги. И в один прекрасный момент эти бумаги могут, что-то с ним может случиться, обесцениться. Правда, этот момент я совсем напрасно назвал прекрасным. Вот, так сказать, праздники истории вот такие вот с чудовищными изменениями, они не радуют человечеству. Это потом, много-много веков спустя, становится интересным все эти воспоминания о войнах, битвах, мировых завоеваниях. Свидетелям всех этих войн, битв, мировых завоеваний, финансовых катаклизмов совсем неприятно быть свидетелями в таких делах. Вот, что я вам хочу на эту тему заметить. Вот это вот тот самый смутный, отдаленный призрак. Давайте прикинем, сколько сейчас на данный момент стоит все золото мира. Так вот, как говорится, на пальцах. Все золото мира – это то, что успели извлечь. 100 тысяч тонн, как учит нас статистика. 100 тысяч тонн – это, значит, 10 в пятый тонн или 10 в восьмой килограммов. 10 в восьмой килограммов – это одна десятая миллиарда. 10 восьмой граммов, простите, это одна десятая миллиарда граммов. 10 в пятый, 10 в восьмой, не, килограммов. И 10 в одиннадцатый граммов. 100 миллиардов граммов. Всего-навсего 100 миллиардов граммов. Грамм стоит в районе 10-20 долларов, цена на него меняется. Вот и считайте, что у нас получилось. На уровне всего лишь-навсего 1 триллиона. 1 триллиона всего лишь это все золото мира стоит. Весь тот потенциал реальных инвестиций, куда можно спрятаться. И вот то, что стали разрешать инвесторам вкладывать деньги в цветные металлы, а цветные металлы, конечно, их больше гораздо, чем золото, то есть, видимо, стоимость цветных металлов больше, говорит о том, что надежды на вот эту весь, всю прочую бумажную вот эту вот кучу, которая за этим кружочком стоит, надежды мало. Это, как бы сказать, дефолт в мировом масштабе. Не надо на эту тему сокрушаться. Это просто сильное изменение направления движения человечества. Такое уже примерно было в 28-м году. В Америке началась Великая депрессия, в России началась коллективизация, индустриализация, отклонение от ленинских норм партийной жизни. Вот тот период времени началось. Ну, в общем, вещи неприятные во всех отношениях. Ну что, у нас лекция называется «Пора прощаться». Действительно, пора прощаться. Исчерпал я тему наших с вами общений. Все, что касается инвестиций, тем языком, каким я мог себе позволить, сказал. На самом деле, по-хорошему, все это растолковывается в таких вот толстенных книгах, не за 30 лекций их не освоить. И, наверное, нет такой большой необходимости их осваивать, потому что лучше всего выучить язык, на котором это мышление происходит. Ну, вы думаете, английский язык? Нет, английский язык тоже учить нужно. Это язык интернета, язык международного общения, математический язык. На математическом языке любое решение принимаемое, да, любое вот оптимизационное решение, оно очень хорошо излагается. Достаточно сформулировать на математическом языке, чего вы хотите, да, как математика сама это все вам объяснит, если вы понимаете только эти слова. То есть вы сформулировали, чего вы хотите, нарисовали, написали, обозначили способ, как алгоритм, как записать эту функцию, которую хотите оптимизировать, либо сделать минимальным риск, либо максимальным прибыль. Вот. Дальше все произойдет автоматически. Дальше вся эта слова нам обернутся конкретными рекомендациями, конкретными цифрами. Слова, я имею в виду, сказанные на математическом языке. Кстати говоря, все, чему мы сейчас вот так вот хорошо гимн на математике поем, мы бы не пели, если бы не Рене Декарт, который в 16 веке изобрел вот эту вот запись уравнений математических всяких выражений, мыслей, которые он изобрел в ту пору. Вот это все благодаря Рене Декарту, оказывается. Вот как далеко завели нас рассуждения. Пора прощаться, чувствую. Всего доброго вам. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова